Всем привет! Вы на канале Ирина Ф, и в этом видео хочу поговорить о макияже в моей жизни. Видео скорее будет болтологическое, поэтому его можно не смотреть, а слушать. И сразу скажу, макияж в моей жизни присутствует. Я говорю макияжу, да, я его делаю, может быть, не каждый день, но несколько раз в неделю совершенно точно. Но есть в наше время и девушки, молодые женщины, кто по каким-то причинам сказал свое категорическое «нет» макияжу. Почему? Почему они делают такой выбор? Мне, например, очень интересно послушать и их точку зрения. Поэтому предлагаю вам, посмотрев мое видео, перейти по ссылке в инфобоксе на канал блогера Ирина Бибибрейн и послушать ее точку зрения. Она говорит «нет» макияжу. Ну и заодно, кстати, пока буду болтать, поперебираем с вами мою косметику. Она сейчас вся перед вами на экране, и, может быть, кое-что посоветую. Итак, пять причин, почему я говорю «да» макияжу. Ну, во-первых, я считаю, что с косметикой я выгляжу лучше. В отличие от окружающих, в отличие, например, от моего мужа, который разницы не видит, я вижу разительную перемену после того, как я сделала макияж. Когда я нанесла, например, тушь, да, кстати, хочу похвалить вот такую тушь Волью Миссим Рояль, так, производитель у нас Мейбелин, по-моему, нет, Лореаль, производитель Лореаль, покупала по акции в подружке, оказалась отличная тушь на каждый день. Так с тушью глаза мои выглядят более выразительными, взгляд распахнутый, А поскольку у меня ресницы еще достаточно прямые, то тушь их как бы немного подкручивает. Ну, в общем-то, глаза выглядят гораздо лучше. Благодаря, например, румяном, румяны я использую обязательно, когда делаю макияж. Благодаря румяным я не такая бледная, как в реальной жизни, особенно в зимний, в осенний период. Без румян я, знаете, как говорится, такая бледная немощь. Благодаря хайлайтеру кожа моя выглядит более красивой, более здоровой. Появляется такое, как это называют блогеры, бьюти-блогеры, свечение изнутри. Ну, в общем-то, для меня это совершенно обязательные продукты в макияже. Второй пункт, знаете, нанесение макияжа в какой-то степени, это, не побоюсь этого слова, это творческий процесс. Ну, конечно, если у меня есть на это достаточно времени, да, то есть это не утром за 10-15 минут надо его нанести, а есть время хотя бы минут 20, а то и 30 сделать такой продуманный, да, макияж. Кстати, когда есть время, использую большие палетки среди моих любимчиков. Вот такой набор от Essence. Это была какая-то лимитированная зимняя серия, по-моему, прошлогодняя. С огромным удовольствием этот набор до сих пор использую. Здесь есть тени, есть румяна и есть хайлайтеры достаточно интересных оттенков. Третий пункт, почему я говорю «да» макияжу. Макияж помогает, ну что уж тут скрывать, скорректировать какие-то несовершенства на коже. Во-первых, у меня, как у всех девушек, женщин, особенно в определенные дни месяца, иногда вскакивают какие-то прыщики. Я тогда пользуюсь корректором. Мой любимый корректор – это Master Touch от Max Factor. Именно этот я покупаю на протяжении нескольких лет. Он подходит для моей светлой кожи. Он прекрасно корректирует, скрывает какие-то прыщики и несовершенства. Ну и, конечно, когда я делаю макияж, я стараюсь... Летом не всегда, но весной, осенью и зимой я обязательно использую какой-то BB крем. Сейчас у меня тональный крем Pro Luxury от Belita. Ну, по сути, это BB крем. У меня, к сожалению, тон кожи не очень все-таки ровный. У меня бывают покраснения на крыльях носа, на подбородке. Поэтому BB крем просто отлично справляется с такими несовершенствами. И, конечно же, тон кожи выглядит гораздо лучше. Четвертая причина, по которой я делаю макияж, макияж дает возможность быть разной. Иногда хочется сделать спокойный повседневный макияж. Я тогда беру, кстати, вот такую палетку The Blush Nudes от Maybelline. Видите, да, что я ей достаточно активно пользуюсь. Получается красивый, спокойный, очень нежный макияж. А когда хочется совсем такой нежнятины, вместо помады я использую блеск для губ. Кстати, мне очень понравился блеск в виде вот такой лампочки. Продаются они в подружке. Давайте покажу вам оттенок. Смотрите, какая летняя, такая летняя весенняя, да, нежность. Макияж получается такой очень легкий, приятный. Ну, макияж без макияжа. Иногда хочется побыть, ну, не знаю, такой женщиной-вамп, да, или что-то подобное. Или просто сделать яркий макияж. Ну, например, для яркого макияжа с огромным удовольствием использую вот такую палетку. Русалочка от Essence. Посмотрите, какие здесь яркие, красивые оттенки. Тоже прекрасно видно, что палеткой я пользуюсь, пользуюсь с удовольствием. Вот бывает настроение и для такого яркого макияжа. Но сразу скажу, я не делаю какие-то очень сложные, знаете, такие полноценные, многослойные макияжи. Потому что пыталась, насмотревшись бьюти-блогеров, делать такой полный макияж. Не знаю, там, тональник, пудра, румяна, корректоры, стрелки и т.д. Мне такой макияж придаёт сразу лет 10 лишних. Конечно же, не хочется выглядеть на 10 лет старше. Поэтому в основном в моей жизни присутствуют какие-то лёгкие макияжи. Повседневно это макияж без макияжа. Но иногда, как говорится, хочется оторваться. Тогда и стрелки присутствуют, и яркая помада, и многое другое. Пятая причина, почему я говорю, да, макияжу сейчас такой выбор косметики на любой вкус, на любой кошелёк. Ну как можно пройти мимо? Ну скажите, как? Есть, конечно, менее бюджетные средства. Например, есть у меня вот такая пудра от марки Physician Formula. Как вы видите, в активном она у меня использовании. Уже появилась такая приличная дырочка. Очень хорошая пудра. Без скидок, правда, стоит порядка тысячи рублей. Но мне она очень понравилась. Она не видна на лице. Она подошла к моему светлому оттенку кожи. Можно её, кстати, наносить и соло. Просто легко припудрить лицо. Она немного выравнивает тон. А можно наносить и на BB крем. В общем-то, очень довольна. Есть же сейчас и более бюджетные варианты. То есть, ну, как бы не совсем за копейки, но можно приобрести косметические средства очень-очень дёшево. Есть у нас такие марки, как Vivienne Sabo, как Essence и Catrice. Магнит-косметик марка Stellar. Потом что у нас ещё? Evelyn. Есть китайские неплохие марки. Lamelle. Польская Lavelle. Да, в общем-то, всё что угодно можно купить. Даже если бюджет ограничен, всегда можно найти что-то на свой кошелёк. Тем более, я считаю, что совершенно необязательно нам с вами, рядовым потребителям косметики, иметь как бьюти-блогеры по 100 палеток теней, по 100 помад. Совершенно необязательно сразу открывать там 10 тюбиков туши. У меня, кстати, всегда открыт один, ну, максимум два. Поэтому, в принципе, чтобы собрать какой-то базовый такой арсенал косметики, совершенно необязательно тратить какие-то сумасшедшие деньги. Можно уложиться в небольшую сумму. Ну вот, я озвучила пять причин, по которым я говорю «да» косметики. Почему я делаю макияж, почему мне это доставляет удовольствие, и я от этого отказываться не собираюсь. И, конечно же, интересно послушать противоположное мнение. Ну, и отмечу, конечно, я могу выйти на улицу без макияжа. Я не из тех, знаете, кто выходит вынести мусор или сбегать в соседний магазин за хлебом при полном параде. Единственное, что всегда перед выходом на улицу я наношу на губы или какой-то бальзам, да, бесцветный, что-то подобное. Или могу нанести, например, бальзам или блеск с цветом. Ну, просто потому что у меня кожа губ очень сухая, а на улице моментально как-то сохнут, обветриваются исключительно по этой причине. Интересно, конечно же, почитать ваши комментарии, расскажите, что вы думаете по этому поводу. Ну, и, конечно, переходите по ссылке в инфобоксе на канал Ирины Бибибрейн. И я сама с интересом посмотрю ее видео и познакомлюсь с противоположной точкой зрения. Ну, пишите в комментариях, как вы относитесь к макияжу, делаете вы макияж или вы говорите макияжу нет. Ну, и, кстати, если у вас есть какие-то любимчики в косметике, обязательно пишите. Я не бьюти-блогер, да, я не настолько хорошо в косметике ориентируюсь. Может быть, прохожу мимо каких-то косметических средств. Кстати, скоро мне пора менять тушь. Может быть, какую-то мне посоветуете. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я вам желаю удачи, отличного настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok